Это новости в форме. С вами Александр Микульчик. Добрый вечер. На полигоне Брестский состоялся итоговый розыгрыш маневров совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2023». За маневрами наблюдали начальник генерального штаба вооруженных сил Виктор Гулевич, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, а также наблюдатели и военные атташе посольств из 19 стран, три из которых – представители стран НАТО. Напомню, что в маневрах на территории Республики Беларусь приняло участие более 2,5 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Следующий этап учения и боевое братство пройдет в Республике Кыргызстан. Курсанты Объединенного учебного центра в Борисове учатся преодолевать водные преграды на боевых машинах. В этот раз тренировки проходят в ночных условиях. Отрабатываются нормативы по подготовке техники к броду, действия в нештатных ситуациях, применение специального снаряжения. В Гронинском гарнизоне прошло торжественное собрание, посвященное 81-летию западного оперативного командования. С каждым годом военная структура в данном регионе становится все крепче. Починенные подразделения много времени проводят на полигонах, активно занимаются боевой подготовкой. Парк вооружения и техники пополняются современными образцами. Военнослужащие осваивают новые способы ведения боевых действий. Министр обороны Латвии Инара Мурнецца заявила о намерении заминировать границы с Белоруссией и Россией. Глава ведомства отметила, что на восточных рубежах недостаточно только инженерно-технических сооружений в связи с потенциальными угрозами со стороны якобы вероятного противника. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на ютуб-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!